В небольшом, но уютном легкоатлетическом манеже на улице Ванеева теперь к уют победу представители королевы спорта легкой атлетики, воспитанники училища Олимпийского резерва имени Владислава Семеновича Тишина. Приятно отметить заслуги тренерского штаба и достижения спортсменов отделения легкой атлетики Нижегородского областного училища Олимпийского резерва имени Владислава Семеновича Тишина. Ульяна Полянская и Григорий Мартынов, воспитанники УОРа, выступая на первенстве России в Смоленске, показали быстрые секунды. Кандидат в мастера спорта, учащаяся третьего курса Ульяна Полянская, добыла бронзу в эстафете 4 по 400 метров. Команда девушек Нижегородской области выступала в составе Татьяны Киселевой, Ульяны Полянской, Марии Девяткиной и Евгении Ирышевой. И пропустила вперед только команды Москвы и Московской области. А учащийся второго курса Григорий Мартынов в составе эстафетной команды не попал в призы, только четвертое место. Зато выполнен разряд кандидатов в мастера спорта. Бежалась достаточно легко, но одновременно тяжело, потому что волнение за команду, волнение за то, как от тебя зависит место, и ты бежишь на эмоциях, стараешься. Можно еще лучше даже за второе, первое место побороться. В Смоленске в возрастной категории до 20 лет соревновались более 500 спортсменов. Нижегородцы на первенстве России среди юниоров и юниорок завоевали три медали. В принципе, на первенстве России удовлетворительное, так можно сказать. Надеялись на лучшее. Ребята могли быть призерами в эстафете, но получилось, что травмировался нас, и пришлось срочно на средневека выставить эстафету. Поэтому четвертое место, это, конечно, хорошо. Если говорить о приятном, в Смоленске, то на дистанции 60 метров с барьерами победу одержал нижегородский легкоатлет Анатолий Киселев. Бронзовую медаль на дистанции 400 метров заявил Алексей Серов. Как сообщила нашей съемочной группе мастер спорта международного класса тренер высшей категории выпускницы училища Олимпийского резерва Екатерина Кондратьева, по итогам первенства в общекомандном зачете нижегородская сборная заняла седьмое место, что позволило команде остаться в Суперлиге в числе десяти лучших сборных страны. Владимир Смирнов, Василий Низов. Время новостей.